В шестой день Олимпиады 2012 сборная России завоевала полный комплект наград. Одно золото, два серебра и три бронзы. Болели и переживали мы много, и в целом это был хороший день. Золотую медаль сборной России вновь принес дзюдоист. Олимпийским чемпионом в категории до 100 килограммов стал Тагир Хайбулаев. Победы в полуфинале и финале он одержал на глазах президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. Тагир Хайбулаев считался из всей нашей команды дзюдоистом самым явным претендентом на золото. Так просто получилось, что два гораздо менее раскрученных известных спортсмена выиграли самые высокие награды до него. Но при этом с Хайбулаева никто не снимал ответственности. Не случайно президент России Владимир Путин именно на 2 августа, день когда соревновался Хайбулаев, наметил свой визит на Олимпийские игры на дзюдо. В 1-4 против высоченного 1,98 м чеха Хайбулаев проявил недюжную силу воли и отыгрался, сделал ипон, продержав этого гигантского чеха на татаме. 25 секунд это фантастический показатель. Ну а в полуфинале ему приходилось обороняться против другого здоровяка, немца с российскими русскими корнями Дмитрия Петерса. В результате никто из спортсменов так и не провел ни одного броска, который бы принес зачетные очки. Решение принимали судьи, они единогласно проголосовали за Хайбулаева. Это решение показалось неоднозначным, но мне кажется, ввиду присутствия на арене, сами знаете кого, другим оно и не могло быть. Путин поздравил российского чемпиона одним из первых. К сожалению, с золотом в этот день из россиян поздравить больше некого. Зато наша сборная выиграла несколько медалей других достоинств. Фехтовальщицы заняли второе место в командном турнире рэперисток. Уверенно победив японок и кореянок, в финале соперничать с Италией они, к сожалению, не смогли. Свою медаль, наконец, выиграли и российские стрелки. Лондонский счет размочил Василий Мосин, завоевавший бронзу в даблтрапе. В перестрелке за третье место Василий перестрелял Фихаида Аль Дихани из Кувейта. Невероятно драматичной получилась борьба в личном многоборье у гимнасток. Виктория Комова допустила ошибку при приземлении на первом снаряде, прыжке, и сразу отстала от американки Габриэль Дуглас. Вика сделала все, чтобы отыграть это отставание, но не отыграла. Те, кто видел, как Комова в обнимку с Мустафиной ждала свои последние оценки, забудут это не скоро. Мустафина, кстати, взяла бронзу. Ключевой момент этих соревнований очевиден. Первый же снаряд, прыжок, когда Виктория Комова получила оценку, ну, думаю, что на 3-4 десятых меньше, чем она обычно может получить. А может быть, даже и на большее количество. И она сама это признала и сказала мне, что именно это стало причиной главной ее поражения. Что касается судейства, то у Комовой к судейству претензий не было особых. Единственное, она предположила, что, может быть, оценку на брусьях американки. Судьи могли немножко завысить, но это она на этой версии не настаивала. Еще одну бронзовую медаль завоевала пловчиха Юлия Ефимова. Она проплыла 200-метровку брасом с рекордом Европы. Но американка Ребекка Сони установила мировой рекорд и шансов соперницам не оставила. Очень приятные события произошли на кортах Уимблдона, где играется теннисный турнир Олимпиады. В женском одиночном разряде в полуфинал вышли Мария Шарапова и Мария Кириленко. Причем путевку в финал они разыграют в матче друг с другом. Кириленко пробилась в полуфинал еще и в парном разряде, где она играет вместе с Надеждой Петровой. Что касается победы Марии Кириленко, то, наверное, это в определенной степени можно назвать сенсацией. Потому что Петра Критова чемпионка прошлогодняя Уимблдона. И все-таки у нее на данный момент побед было больше крупных и достижений больше, чем у той же Кириленко. Ну а выигрыш Марии Шараповой это, наверное, доказательство того, что та форма, набранная на Орлан Гарос, она и сейчас приносит определенные плоды в выступлениях Марии. Что касается прогноза на полуфинальное противостояние двух Марий, то мне кажется, что опыт все-таки возьмет верх. И Шарапова выйдет в финал и борется за золотую медаль. Рассказ о шестом дне Олимпиады не может обойтись без наших баскетболистов. В третьем туре россияне победили Бразилию, проигрывая за шесть секунд до финальной сирены два очка. В последней атаке Виталий Фридзон получил мяч в углу площадки, бросил трехочковый и попал. Эта сборная умеет выигрывать и такие матчи. В мировом масштабе главное событие дня Олимпиады – сверхудачное выступление сборной США. Американцы догнали Китай по числу золотых медалей. И китайцы сохранили лидерство только за счет большего числа серебряных наград. Одним из американских чемпионов стал Майкл Фелбс, выигравший 200-метровку комплексом. Сборной России пора подниматься хотя бы в первую пятерку, куда уже попала команда Великобритании. Смотрите Спортэкспресс ТВ, оставайтесь онлайн.